Вот и наступил тот торжественный момент, когда у нас построили такое долгожданное красивое здание. Спасибо всем, кто принял участие в этом строительстве. Для жителей под камни открытие ФАПа – событие жизненно важное. До райцентра больше 40 километров. В деревне проживает около 200 человек, немало пожилых людей, все больше детей. Население прибавляется. Есть своя школа, клуб. Вот только ФАП ютился на 20 квадратах старого здания. В прошлом году за счет республиканского и федерального бюджетов построили новые. Сумма – 6,5 миллионов рублей. Оформили лицензию. И вот теперь ФАП начал работу. Поздравляю, конечно, всех жителей. Главное сейчас – это решение кадровой проблемы. Потому что не секрет, что помимо необходимости обновления материальной базы, строительства новых зданий для объектов здравоохранения, закупки оборудования медицинского, есть проблемы и с кадрами. Сегодня министерство здравоохранения активно работает над тем, чтобы привлекать специалистов, привлекать их в том числе в сельскую местность. Этот ФАП первый в своем роде в республике. Модуль на сборной, отопление электрическое. Подрядчик «Новосибирская компания» справился на отлично. Теперь сельчане ждут, когда в новых стенах появится постоянная хозяйка. Своего фельдшера в подкамне пока нет. Ежедневно дежурит санитарка. Раз в неделю из Копьева приезжает фельдшер. Ирина Савейко больше 20 лет работает в Копьевской районной больнице. В скорой помощи хорошо знает всех местных жителей. Условия труда замечательные. Все светло, все тепло, очень теплый ФАП. Прям исключительно все. Душа радуется. Сюда приходишь, здесь прям, ну, как дома. Уютно, хорошо, замечательно. Аппаратура здесь вся новая, хорошая. Все работает четко. Аппарат АКГ исключительный. Все записывает, все. Ну, то есть все нормально. Люди довольны, люди идут. Есть процедурные и прививочные кабинеты, помещения для хранения лекарств, кабинет приема фельдшера. Оказание неотложной помощи, да. Фельдшер, который приезжает сюда, ведет прием, выписывает рецепты, осматривает детей. Проводится диспансеризация. То есть сейчас вот вакцинация будет проводиться все в рамках нашего коронавируса. То есть вся первичная помощь, которая была, оказывалась и в районной больнице, то есть она будет оказываться здесь. В ФАПе будут проводить выездные приемы узкие специалисты райбольницы. А в следующем году запланировано строительство еще одного ФАПа в селе Копьево. Ольга Барловская, Дмитрий Парахин, РТС.